Равносильные уравнения Мы уже говорили о том, что в каждом математическом предложении что-то утверждается. Утверждения могут быть истинными, как, например, равенство 2 плюс 1 равно 3, или ложными, например, 5 плюс 1 равно 3. Однако, если утверждение содержит переменные, оно может быть истинно при одних и ложно при других значениях этих переменных. Так, например, равенство х плюс 1 равно 3, верно при х равен 2, и неверно при любом другом значении х. Неравенство АВ больше 0 верно, когда значения переменных А и В одного знака, оба положительны или оба отрицательны, и неверно во всех других случаях. То есть, когда хотя бы одно из значений равно 0, или когда значения различны по знаку. Таким образом, предложения с переменными не являются высказываниями. Однако, если в предложение подставить значение содержащихся в нем переменных, оно обратится в высказывание. Чаще всего бывает нужно найти значения переменных, которые обращают предложение в истинное высказывание. Множество истинности предложения. Так, например, множество истинности равенства х плюс 1 равно 3 состоит из одного элемента, числа 2. А множество истинности неравенства АВ больше 0 содержит все пары одинаковых по знаку чисел. С понятием множество истинности, не используя этого термина, вы уже неоднократно встречались. Так, например, задача найти множество истинности предложения х минус 3 равно 2, знакома вам в иной формулировке. Решить уравнение х минус 3 равно 2. В математическом языке, как и в русском языке, одну и ту же мысль можно выразить по-разному. Например, соотношение х минус 3 равно 2 между числами х, 3 и 2 можно записать как х минус 2 равно 3 или х равно 2 плюс 3. Понятно, что все три предложения имеют одно и то же множество истинности, число 5. Предложения с переменными, имеющими одно и то же множество истинности, называют равносильными. При решении уравнений исходное уравнение стараются упростить, заменяя его равносильным уравнением, то есть уравнением, имеющим те же самые корни. Для этого используются знакомые вам свойства числовых равенств. Первое. Если к каждому из равных чисел прибавить одно и то же число, то получатся равные числа. Второе. Если каждый из равных чисел разделить, умножить на отлично от нуля число, то получатся равные числа. Значит, прибавив к обеим частям уравнения одно и то же число, получим равносильное уравнение. Разделив или умножив обе части уравнения на одно и то же отличное от нуля число, получим уравнение, равносильное исходному. В предыдущем разделе перевод условия задачи 1 на математический язык привел к уравнению 40х равно произведение суммы х плюс 6 и разности 40 минус 15. Для его решения мы сначала раскроем скобки, затем прибавим к обеим частям уравнения минус 25х, пока неизвестное. Приведем к равносильному уравнению. Выполним действие в обеих частях уравнения и, разделив обе части уравнения на 15, получим простейшее уравнение х равен 10. Число 10 – единственный корень этого, а значит и равносильного ему исходного уравнения. Теперь можно записать ответ к задаче 1. Саша предполагал прочитать книгу за 10 дней. Вернемся к рассмотренному решению. Прибавив к обеим частям уравнения число минус 25х, мы фактически перенесли слагаемое 25х из правой части уравнения в левую, поменяв его знак на противоположный. Этот прием переноса члена из одной части равенства в другую с переменной знака впервые описал великий среднеазиатский ученый Аль-Харизми. Арабское название «альджебр» этого приема и дало название «алгебра» разделу математики, который вы изучаете. При решении уравнений можно переносить слагаемое из одной части равенства в другую и делить или умножать уравнение на число, отличное от нуля. При этом всегда получается уравнение, равносильное исходному.